тема аффективные расстройства депрессии мы уже говорили об изменениях настроения среди которых дистемия дисфория депрессия апатия страх тревога и мания изменения настроения встречаются не только при психических расстройствах любое заболевание соматического сосудистого неврологического генеза может сопровождаться изменениями настроения достаточно выраженными посмотрите на эту женщину что вы видите задаю я всегда вопрос студентам мы видим печаль в глазах опущенные губы не ухоженное лицо и руки волосы грязные растрепанные морщины которые явно проявились из-за того что человек о чем-то думает и тоска и нет сил голова где человек опустил голову на руки нет сил самому держать голову поднять голову плечи опущены и весь вид этой женщины говорит о депрессии иногда чтобы поставить диагноз депрессия не обязательно расспрашивать пациента иногда это видно когда больной с депрессией заходит в комнату и говорит тихим голосом односложно отвечает на вопросы надо вытягивать ответы и занимает краешек стула садиться подальше от доктора плечи согнуты неуверенно себя чувствуется во взгляде перебирают что-то руками не смотрит в глаза и не такого больного сложно не заметить эту депрессию конечно видно у пациента частота депрессии оказывается составляет 5 процентов население население земли причем риск возникновения депрессии чаще у женщин чем у мужчин частота депрессии среди госпитализированных соматические стационары составляет 36 процентов среди больных перенесших инфаркт миокарда депрессии встречается у 45 процентов среди больных перенесших инсульт у 47 процентов частота депрессии среди пациентов врача общей практики 10 15 процентов то есть если врач общей практики ежедневно смотрит 20 пациентов то двое трое из них это пациенты с депрессией за медицинской помощью обращаются лишь 50 процентов больных без депрессии остальные не обращаются к врачу всего лишь три десятых процента больных с депрессией получают лечение у врача-психиатра и страшные цифры что 66 процентов больных депрессии обращались к врачу общей практике за месяц до суицида а 40 процентов больных с депрессией обращались к врачу общей практики за неделю до суицида конечно они возможно не говорили о намерении совершить суицид но врач общей практики не заметил сниженное настроение не заметил тоску в глазах и отрешенность от действительности классические структуры депрессивного синдрома состоит из сниженного настроения замедленности мышления моторной заторможенности и вытекающие отсюда ангидонии это утрата интересов и удовольствия и полу и способности получать удовольствие это идеи самообвинение самоуничижение когда пациент пытается во всех грехах ошибках своей жизни себя обвинить и часто это ведет к суицидальным мыслям однако существуют дополнительные симптомы депрессии это часто вегетососудистые нарушения различные неприятные ощущения в разных частях тела алгии вегетативные пароксизмы в виде пароксизма в тревоге панической атаки например нарушение сна ранее пробуждения бессонницы отсутствие чувства сна и когда пациент просыпается в три в четыре утра его гложет плохие мысли о том что зачем такая жизнь он никчемно прожил и никому не нужен и не хочет чтобы наступало завтра пессимистическая оценка себя мира низкая самооценка различные соматические проявления снижение либидо настроение снижается аппетит потери веса колеблется артериальное давление медриаз запоры нарушение менструального цикла все это дополнительные симптомы депрессии конечно вариантов депрессивного синдрома достаточно много мы на слайде привели несколько синдромов вариантов депрессивного синдрома тоскливая депрессия с преобладанием тоски а динамическая когда пациент лежит в одной позе ничего не хочет делать не может делать до депрессивного ступора апатическая депрессия отсутствие полностью желаний ажитированная депрессия это депрессия с тревогой когда пациент находится в двигательном возбуждении часто бесцельном от того что плохо ему внутри ему хочется двигаться и ничто не может развеять эту тревогу и депрессию эти патогенез депрессии на сегодняшний день это нарушение нарушение обмена серотонина возможно серотонина и норадреналина то есть это нарушение обмена биогенных аминов конечно есть генетические факторы нейроэндокринной регуляции нарушения и психосоциальные факторы которые способствуют и бывают толчком к возникновению депрессии на слайде представлено состояние медиаторных систем больного человека с депрессией здорового человека показан насколько хорошо идет обмен серотонином и норадреналином у пациентов здоровых и у пациентов с депрессией дефицит серотонина и норадреналина на этом слайде можно рассказать о том как действуют антидепрессанты 1 антидепрессанты ингибиторы моноаминооксидазы они механизмы стих действия основан на том что ингибирование идет фермента моноаминооксидазы то есть серотонин обратно всасываясь при синаптическую мембрану не разрушается моноаминооксидазы обратно выбрасывается в синаптическую щель амитриптилин это трициклический антидепрессант и его действие основано на том что блокируется захват всех нейромедиаторов при синаптической мембраны их больше становится в синапсе но к сожалению они не избирательны и ингибиторы моноаминооксидазы и трициклические антидепрессанты поэтому у них много побочных эффектов потому что кроме серотониново нейромедиаторы и норадреналиново в синапсе очень много других нейромедиаторов их тоже становится механически больше это дает побочные эффекты трицикликов таких как излишняя седация сухость во рту склонность к запорам нарушение концентрации невозможность собрать мысли внимание очень рассеянное если употреблять долго эти препараты даже вплоть до нарушений памяти может наблюдаться у этих людей нарушение обменных процессов современные селективные ингибиторы обратного захвата серотонина серотонина и норадреналина они селективно ингибируют обратный захват серотонина не дают серотонину всосаться в присинаптическую мембрану тогда как остальные нейромедиаторы всасываются и расщепляются моноаминооксидазы поэтому современные антидепрессанты отличаются от трицикликов тем что у них нет практически побочных эффектов или их минимум тогда как клинически они столь же эффективны как классические антидепрессанты нозологически мы имеем три группы депрессии психогенная депрессия реактивная или невротическая возникает в результате воздействия стрессового фактора эндогенная депрессия это депрессии при шизофрении биполярном психозе инволюционные депрессии происхождение их до сих пор неизвестно и экзогенные депрессии происхождение которых является тот или иной экзогенный фактор например соматическая патология невротическая депрессия при невротической депрессии сохранность критичности к состоянию то есть больной понимает что с ним что-то не так он сам ищет помощи хочет восстановиться контролирует поведение и конечно зависит от свойств личности психотравма давит на человека с определенными черточками характера обычно длительно существующая психотравмирующая ситуация приводит к невротической депрессии например начальник который очень жесткий и пациент с астенической конституции психостенической которая несколько лет выдерживает все претензии начальника но потом взрывается и дает депрессию реактивная депрессия в отличие от невротической здесь острая психотравма внезапно возникающие и уровень расстройств психотический то есть нет критики к своему состоянию отсутствие контроля за поведением хотя это депрессия психологически понятно внезапная смерть человека пожар и в структуре в клинике пациент говорит об этой психотравме но поведение его неадекватные все состояние пациента более глубокая и депрессивность данная депрессия является показанием к неотложной госпитализации в закрытой отделе психиатрического стационара эндогенные депрессии возникновение эндогенных депрессий аутохтонное то есть спонтанное ничем не спровоцированное витальный характер физическая боль внутри душа болит говорит человек суточные колебания настроение к вечеру состояние пациента улучшается идеи самообвинения самоуничижение я виноват во всем и зачем я прожила эту жизнь говорю мне одна пациентка она такая бесполезная никчемная зачем я родила детей и эти дети будут тут проживать такую же бесполезную жизнь отсутствие критики за своим состоянием уровень расстройств психотически сложная структура депрессии с идеями даже бреда и сезонный характер этой депрессии обострение весной осенью и и конечно эти депрессии нуждаются в госпитализации в психиатрический стационар и экзогенные депрессии подразделяются на симптоматические или соматогенные депрессии это депрессии как реакция на соматическую патологию то есть например инфаркт миокарда и через несколько дней у пациента возникает депрессия я половинчатый я теперь не человек я не могу зарабатывать больше кто будет кормить моих детей а у меня были такие планы теперь я инвалид и скоро умру эта депрессия изменение реакции на изменение соматического состояния и социального статуса параллелизм существует в развитии симптомов основного заболевания и симптомов депрессии и часто редукция симптомов основного заболевания привозят к редукции симптомов депрессии то есть эта депрессия может исчезнуть и без следа у данного пациента и второй вариант экзогенных депрессий это экзогенно-органические депрессии когда экзогенная патология вызывает уже органические изменения в мозге пациента проявляется в виде психоорганического синдрома с интеллектуально-монастическими нарушениями аффективным слабодушием рассеянности внимания астении которая становится постоянной по выходу из депрессивного состояния обнаруживается выраженность интеллектуально-монастического снижения то есть депрессии мы увеличиваем но к сожалению органические изменения остаются с пациентом существуют понятия скрытые или ларвированные по данным французских авторов по определению французских психиатров депрессии начало заболевания как правило не связано с влиянием каких-то психогенных соматогенных или экзогенных факторов преобладание общесоматических и вегетативных жалоб которые не укладываются в симптоматику соматической патологии витальный оттенок сниженного настроения тяжко на душе идиаторная двигательная заторможенность расстройство сна снижение аппетита, либидо общая истощаемость наличие суицидальной готовности возможно наследственная отягощенность аффективными расстройствами и фазное течение суточными колебаниями настроения почему эти депрессии скрытые часто пациенты продолжают работать продолжают жить в семье и вести хозяйство и вдруг в какой-то момент совершают суицидальное действие и потом только родственники вспоминают что он же говорил жаловался мы не обращали внимание положительный эффект от лечения антидепрессантами наблюдается у этих пациентов факторы риска суицида в убывающем порядке первый фактор одиночество второй потери работы третий хроническое тяжелое соматическое заболевание психическое заболевание депрессии социальная изоляция потери близкого человека в последние 6 месяцев суицидальная попытка которая была совершена когда-то мужской пол алкоголизм пожилой возраст и суицидальное поведение у родственников или близких людей в ближайшее время наличие этих факторов и депрессия у пациента должна вызывать настороженность врача цель терапии депрессии уменьшить и ликвидировать симптомы депрессии то есть вылечить само состояние следующая цель восстановить социальное профессиональное семейное функционирование пациента и часто это тоже входит в непосредственную задачу врача-психиатра и уменьшить риск рецидива депрессии 6-8 месяцев нужен прием антидепрессантов для того чтобы депрессия не повторялась для того чтобы нейромедиаторный обмен серотонина был восстановлен и поэтому мы назначаем терапию антидепрессантов так длительно благодарю за внимание в комментариях и подбирайте 2 8 9 10 10 11 12 Продолжение следует...